Девушки отдыхают. Скажем, в середине этого века. А вдруг воплотятся, тут придут учителя света, и так, допустим, они займутся воспитанием поколения света. Нет, может быть, мы проходим сейчас испытание. Испытание, не знаю, каких сил, светлых, конечно, проходим испытание. Мы можем ли сами возвыситься до света? Чтобы дети света получили ту энергию, ту воспитание, ту любовь, которая им необходима для проявления своих талантов. И вот тогда, если мы исчерпаем себя в этом устремлении, а точнее, будем устремлены к этому, то наступит середина этого века. И я могу просто помечтать, какой будет этот век прекрасным, если мы справимся с нашей задачей. Помните, гуманда-педагогика вынашивает идею. Детям надо воспитывать жизнь с помощью самой жизни. Нет другого, лучшего способа воспитания, сама жизнь. Ну, мы интуитивно приходили к этому, а великий миститель давно об этом говорил. Значит, жизнь есть лучший воспитатель. Перед нами, перед вами, вною, перед учительством, перед миром целом, перед каждым ребенком, учителем особое явление в обществе, стоит этот вопрос. Как со мной жить? Как мне жить? Как вам жить? А то стоит, мягко говорит, жить лучше или хотя бы менее дурно. Как сказал он, щадит он нас, так? Лучше надо жить или хотя бы менее дурно. Дурно. И говорите детям, говорит он, всегда правду. Только правду. А кто это сделает? Кто сделает мой характер таким, какой нужен детям? Кого не пригласить для очки и помпи своего характера? Никто этого не сделает. Есть только один единственный Воспитатель. Это я сам, это каждый из вас для самого себя. И вообще, в воспитании нет начала и конца. Мы не можем сказать, что кто-то уже совершенно воспитанный. Он уже совершенный человек. Нет такого человека в мире. Ну, во всяком случае, это может быть святые люди. Это может быть люди, которые знают, знают к чему стремятся и ради чего стремятся. Но совершенно воспитанных людей в мире пока нет. И не будет, по-моему. Потому что этому процессу, совершенствованию, нет начала, нет конца. Тут можно говорить только сравнительно. Ну, более воспитан, менее воспитан, лучше воспитан, хуже воспитан. Так? Но и мне, и каждому из вас, наверное, представьте, что воспитываться и воспитываться. Воспитанный тот, кто устремлен к воспитанности. Совершенный тот, кто устремляется к совершенствованию своей природы. Вот задаю меня такой вопрос. Как думать, дорогие мои коллеги, могли бы мы одним взмахом очиститься от всех наслоений нашего характера, нашего внутреннего мира? Вот призвать нашу волю и сказать, все, с завтрашнего дня во мне этого, этого, этого не будет. А с завтрашнего дня во мне будет это, это и это. Можно ли это сделать? Я говорю, да. В руки говорите, говорите, что они что-ли, знают, на этот, на этот, на этот случай, ответ, да, можно, можно, конечно. Но когда нужно будет сила воли? Мы с вами слабые, дорогие друзья. Слабые пока. Это не убрёк. Мы люди слабые. Потом мы, как сказал Христос, для кого он пришёл вообще в этот мир? Для пропавших отцов. Для пропавших. Вот мы эти как-то заблудились там, да, как в переулках, да. Мы находим путь к дому. Ну, мы слабые. А там соблазнов очень много. Там-там-там, то облядь, то туда. Это я о себе, в первую очередь, говорю. О себе. Потому что соблазнов так много, что иногда мои глаза тоже расширяются, расширяются. Вот я в этом году решил, никоим образом не буду в руки брать комсомольскую правду. МК. Не буду в руки брать. Это не значит, что вы тоже не берите эту газету. Нет. Не берите, пожалуйста. Вы умно умеете читать эту газету. Но я не научился умно читать эту газету. И читаю ещё, что там написано. А там пахавшина, а там давит, а там грязь отливает на меня. Так? Значит, надо, может быть, ум набраться пока, что и потом вернутся. Я не знаю, в какой газете буду. А теперь, ну, о себе. Во-первых, скажу о времени. Я научился беречь время. Ну, не знаю, что мне подвигнуло. Когда мне было 16 лет исполнилось, у меня хороший день рождения. И слышал 16 лет. И какой-то внутренний голос подсказывал. И сосчитал, сколько дней ты уже прожил в этой жизни. Сосчитал. И испугался. 5680 дней. Ой, сказали я, солнце, так мало. А как будто мне 16 лет. А всё, в 5000 дней. А вот у Бога, сколько ещё осталось мне, если я прожил 100 лет. Хотя, где гарантия 100 лет, чтобы прожил 100 лет. И опять испугался. 31 тысячи дней. Всего ради этого пришёл в этот мир. Чтобы жизнь 100 лет, как будто много, а всего 31 тысячи дней. Ради этого я был напуган очень. Вы знаете, это несперед, когда молодой человек разрушает о смерти, о жизни, о вечности. Вот эти люди приходят. Это по неволе приходят. А потом сосчитал. Ну, творческие дни. А их совсем было оказалось. Десять? Ну, и через тысячи дней. Чтобы отчёты, я думал, что стихи буду писать, поэтому стану. А это, разве, достаточно ли дней, чтобы этим заниматься? А где гарантия подгороднейший раз, что столь лет проживёшь? Вот после этого я стал беречь свои дни. А вот сегодняшний день для меня, знаете, какой? Это интересный. 28 тысяча 432 день. Для меня вот рождение. Берегите меня. Берегите, пожалуйста. Не знаем свой день рождения, но не знаем день своего ухода. Но это в земле предназначено. Господь уже предназначен в этот день. Он должен прийти к нам. А мы должны быть встречать этот день тоже. А потом, а глядываясь назад, скажут, да, там след остался. Остался след. А какой след останется с нашим аршивым характером? Это не Алла, Свою, конечно. Никакой след не останется. Но какой след останется? Слово пойдет дурное о нас. А дурная слава, это такая разрушительная сила. Ради дурной славы родиться на земле не стоит. Знаете, как дети? Дети как лучшие божественные учебники-педагогики. Сами лучшие. Вот каждый ребенок открывает страницу. Ну только у него есть глаза. Откроет именно ту страницу, которая тебе сейчас нужна. Вот эта страница. Только надо вичитать эту страницу. Вить удомчивым. И вичитаешь такое, чего тебе никто другой, никакие университеты тебе не дадут. А ребенок дал тебе это. Запросто дал. Ведь дети, может быть, они, конечно, не знают об этом. Откуда им это знать? Но они же воспитывают своего учителя для себя. Ведь психологи проводят такие эксперименты. Являют, что не нравятся детям. Им не нравится строгий учитель. Не нравится несправедливый учитель. Нравятся учитель, которых любят. Которые принимают на равных. Так дети могли бы нам подсказать все это. Учить. Может быть, от этого отойдете? Подогадать честно, искренне. Не оправдываться. Не сказать, что вы меня неправильно поняли. Нет, нет, этого нет. Нет. И просто сообщите все это. Подумайте, раз они увидели у вас этого, значит, вы не могли заметить себе этого. Но поправьте, чтобы у ребенка не осталось такое представление. Потом спасибо скажете. Огромное спасибо вам. Я так люблю вас. Так радуюсь. Радуюсь сейчас, видя на вас. И тех, которые там сидят. Сейчас в другом зале. В поле сидят они. Огромное спасибо, что вы нашли время. И выслушали меня тоже. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо.